Первая хорошая новость, как сегодня мы возвращаемся на покинутое месторождение Карабах, вернемся и на родную карабахскую землю. На неделе президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения Карабах на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Президент государственной нефтяной компании Азербайджанской республики Равнак Абдулаев и генеральный директор компании Басшелф Ихтияра Хундов проинформировали президента Азербайджана Ильхама Алиева о проделанной работе. Было отмечено, что опорный блок Карабах построен компанией Басшелф Сакар на Бакинском заводе глубоководных оснований имени Гейдара Алиева. Установка предназначена для разведки и добычи нефти и газа. Опорный блок изготовлен в виде металлической конструкции сетевого типа с целью поддержания верхней части и палубной площадки стационарного морского основания, которое будет сооружено на месторождении Карабах. Данный блок будет установлен на участке, где глубина моря составляет 182 метра. Сооружение опорного блока сыграет важную роль в осуществлении добычи нефти и газа в глубинных пластах месторождения Карабах. Глава государства привел в действие механизм отправки опорного блока в море. Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение Карабах, точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю, сказал президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанскому телевидению после церемонии отправки в море опорного блока месторождения. В то же время в начале 1990-х годов тогдашнее руководство Азербайджана, тандем в Наму-Савад, позволило оккупировать наши земли. То есть, в результате их измены, предательство, дезертирство нашей земли оказались под оккупацией. Азербайджан, если можно провести такую аналогию, покинул Карабах. В 2016 году мы вернули часть наших земель, прогнали оккупантов с этих земель, на эти территории вернулась жизнь, вернулись граждане, вернулся Азербайджан. Уверен, что Азербайджан вернется на родные земли, на карабахскую землю. Наша территориальная целостность будет полностью восстановлена. Как сегодня мы возвращаемся на покинутое в свое время месторождение Карабах, точно так же мы вернемся на родную карабахскую землю. Карабах наш, Карабах, это Азербайджан, сказал глава государства. Вторая хорошая новость, Баку и Анкара вместе будут отражать возможные провокации Армении. В разные годы Баку и Анкара подписали ряд документов о стратегическом партнерстве и взаимной помощи. Турция не останется равнодушной к факту оккупации азербайджанских территорий. В этом, послание совместных военных учений армий двух государств. Третья хорошая новость недели, по инициативе, призывам и поручениям президента Ильхама Алиева в последние годы в Институте истории НАНА изданы такие фундаментальные исследования, как Карабах, реальная история, факты, документы, Нахчеван, история и памятники, Ириванское ханство, российское завоевание и переселение армян на земли северного Азербайджана, реальная история и вымысел о Великой Армении, увидели свет и переведены на различные языки мира и распространены за рубежом труды, брошюры, документальные фильмы по истории актов геноцида. Доказано, что армяне не являются коренным этносом Южного Кавказа и были переселены в Азербайджан царской России в XIX веке. Массовое переселение армян в Карабах, наряду с другими регионами северного Азербайджана в начале XIX века завершило армянизацией местного албанского населения, принявшего григорианство. Карабах является одним из самых древних поселений мира и исследования, проведенные в Азовской пещере этого региона Азербайджана, доказали, что этот край является одним из древнейших поселений мира. Название этого края произошло от азербайджанских слов «кара» и «бак». Термин Карабах означает «черный сад», то есть «большой сад», «густой сад», «дремучий сад», «приятный сад», имеет и другие значения. Как и исторический регион, географическое пространство, в истории всегда было понятие Карабах, охватывавшее всю территорию Карабаха, его горы, равнины, а понятие Нагорный Карабах не существовало. Другими словами, название Нагорный Карабах позже было дано части Карабаха с сепаратистским намерением. Представитель Закавказского краевого комитета Сурен Шадунс в 1922 году писал, что термин «Нагорный Карабах» был придуман дашнаками. Этим в начале Х века были заложены основы вымышленной Нагорно-Карабахской проблемы. Четвертая новость. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов дал интервью каналу CNN-T.org, затронув турецко-азербайджанские отношения, события на Азербайджана, армянской границе и другие актуальные вопросы. С 12 июля вооруженные силы Армении осуществили очередную провокацию в направлении Тавуза на Азербайджана армянской границе, сказал Джейхун Байрамов. Он подчеркнул, что у армянской провокации были очень четкие политические и военные цели. Создавая новый очаг напряженности на границе между двумя странами в регионе за пределами Нагорного Карабаха, армянское государство стремилось вовлечь политические организации, членами которых оно является, а также другие государства-члены организаций. Создав новый источник конфликта, власти Армении стремились отвлечь население от социально-экономической напряженности, которая возникла в этой стране из-за пандемии. Также Армения пыталась создать конфликт в направлении, где проходят крупные региональные проекты. В результате решительного отпора азербайджанской армии армянские воинские подразделения были отброшены назад, провокация была предотвращена. Но в результате армянской провокации погибли азербайджанские военнослужащие. Министр выразил соболезнование родным погибших, всему народу Азербайджана. В ходе провокации армянская сторона вновь раскрыла свою террористическую сущность. Армянская армия убила во время обстрела мирных населенных пунктов 76-летнего жителя села. Это не первый такой случай, это действие, к которым прибегают армянские военные подразделения. Это свидетельствует о террористической натуре армянского государства. Армения совершила множество террористических актов в мире, поддерживая Асала и другие террористические организации. Министр отметил, что ибратская Турция также стала жертвой этих террористических атак. Армения активно использовала терроризм и при оккупации Нагорного Карабаха и прилегающих территорий. Азербайджанская сторона – сторонник политического урегулирования конфликта путем переговоров. По словам Джейхуна Байрамова, для политического урегулирования конфликта есть достаточная международная правовая база. В 1993 году было принято четыре резолюции ООН. Согласно этим четырем резолюциям, требуется вывод незаконных воинских формирований с территорий Азербайджана и возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев на эти территории. Было выдвинуто требование восстановить международно признанные границы Азербайджана. Эти требования отражены в документах, резолюциях и решениях различных международных организаций. Вопрос урегулирования путем политического диалога очевиден, отметил Джейхун Байрамов. По его словам, на армянскую сторону должно быть оказано серьезное давление со стороны международных организаций и государств. Позиция Азербайджана по этому вопросу неизменна, резолюции должны быть полностью выполнены. Пятая новость недели. Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял находящихся с визитом в нашей стране министра национальной обороны Турецкой республики Хулуси Акара, начальника генерального штаба вооруженных сил Турции, генерала армии Ишара Гюлера, командующего сухопутными войсками Турецкой республики, генерала армии Умита Дюндара, командующего военно-воздушными силами Турецкой республики, генерала армии Хасана Кичука Кюс, командующего военно-морскими силами Турецкой республики, адмирала флота Аднана Азбала и других членов военной делегации. Приветствую гостей, президент Ильхам Алиев сказал, что завершается последний день турецко-азербайджанских совместных военных учений. По его словам, это очень знаменательное событие, которое еще раз демонстрирует наше единство, братство. В течение нескольких дней в различных городах нашей страны проходят учения. Эти учения имеют огромное значение с точки зрения военного сотрудничества, в то же время они очень важны и полезны для укрепления связей между людьми, братства между народами. Ежегодно как в Азербайджане, так и в Турции проводится более 10 совместных учений. Поэтому их проведение – обычное явление. По словам главы государства, искать здесь какое-то чрезвычайное обстоятельство не нужно. Мы тоже наблюдаем, что эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах. Но никаких оснований для этого нет. Это – очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства. Наше взаимодействие, сотрудничество в военной и военно-технической сфере, как и во всех областях, стремительно развивается. В настоящее время Турция обладает мощным военно-промышленным потенциалом, которым пользуется и Азербайджан. Мы очень рады тому, что Турция сегодня производит самое современное оружие и военную технику. Конечно, мы, как это было до сегодняшнего дня, хотим и дальше использовать эти возможности. Уверен, что в ближайшее время Турция, как во всех остальных сферах, станет для нас партнером номер один и в области военно-технического сотрудничества. Как вам известно, наши связи в политической, экономической и других областях являются примером для всех стран. Вы знаете, я неоднократно говорил, что сегодня в мире нет таких близких друг другу стран, как Турция и Азербайджан. Это правда. Это реальность, основанная на исторических и этнических корнях, в то же время мы, две братские страны, своей политикой еще более укрепили это единство, сказал президент Азербайджана. Месяц назад в результате очередного нападения вооруженных сил Армении на Азербайджан погибли военнослужащие и гражданское лицо, что еще раз показывает, что агрессорская политика Армении против Азербайджана продолжается. Первой и однозначно поддержавшей нас страной стала Турция, мой дорогой брат, уважаемый президент Реджеп Таип Эрдоган, вы, уважаемый господин министр, министр иностранных дел, другие должностные лица неоднократно выступали с очень рискими и серьезными заявлениями о том, что Турция всегда находится и будет находиться рядом с Азербайджаном. Это еще больше воодушевляет нас и вновь свидетельствует о том, насколько мы близки друг к другу, сказал Алиев. На встрече с участниками Азербайджана турецких совместных учений министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил о том, что турецкая армия – одна из сильнейших в мире. Нам посчастливилось обмениваться опытом с такой сильной армией. Турецкие вооруженные силы продемонстрировали миру свою силу в Сирии, Ираке и Ливии. При поддержке воскресений Турции Азербайджан выполнит свой священный долг, сказал Закир Гасанов. Продолжение следует...